добрый день или добрый вечер как сейчас уважаемые пользователи программного продукта меня зовут Евгений Севков и сегодня мы поговорим о блоке мониторинг который есть в первой версии интеллектуальной системы налогового консультирования сокращенно СНК Севков НК запись проводится без специальной какой-либо аппаратуры я сижу в обычном офисе с обычным ноутбуком и попытаюсь вам объяснить что же такое мониторинг налогов с моей точки зрения просто мы очень любим применять различные иностранные понятия но когда начинаешь изучать историю откуда что взялось то как ни странно очень многие вещи особенно планирование все что с этим связано бюджетирование все пришло к нам из россии но почему-то через запад под мониторингом для данной программы именно для управления налогами я подразумеваю следующую систему когда я читаю семинары очень многим говорю о том что может не надо вам оптимизировать налоги давайте начните с первого это начните их планировать и они говорят что знаете мы планируем налоги я говорю вы знаете сколько налог вы заплатите через месяц они говорят ну примерно а игры через два месяца через три через год но этого никто сказать не может так вот система мониторинга налогов она и тем и интересно что и может быть прекрасно какой-то мере то что она позволяет управлять налогами точно знать сколько вы заплатите налогов через определенный период времени это достигается простыми вещами то есть любой любой предмет даже ваш супруг или супруга управляем а я сложен разрешение выпью кофе сделать глоток управляем и если есть четыре блока первый блок это планирование то есть вы должны точно знать куда условно выражаясь пойдет завтра ваш муж 2 вы должны это учесть третье вы должны проанализировать план с фактом и дома потом уже принять управленческие решения то же самое и относится к налогам система мониторинга это именно система состоящая из четырех блоков то есть вы изначально их планируете потом вы учитываете потом анализируйте почему у вас произошли отклонения и дальнейшем принимаете управленческие решения а теперь давайте посмотрим как это выглядит на экране сначала мы с вами запускаем систему nk вот это происходит именно таким образом появляются квадратики здесь в этих квадратик написано какой налог значит сколько схему твов фактически используйте своей деятельности вот допустим по андресу если мы возьмем 192 схемы значит одну схему используем и и еще такая функция неиспользуемой схемы то есть иногда для схем очень важно чтобы его забыть и никогда не вспоминать то есть провели некую работу исследовали схему точно нам не подходит ни по каким параметрам мы ее взяли и забыли и больше системы к ней не обращаются это в отдельном блоке сейчас мы поговорим о блоке мониторинг блок мониторинг находится у нас справа в верхнем углу я сейчас на него нажимаю и здесь я уже что-то подел давайте начнем сначала то есть мы берем некий налоговый период который мы с вами хотим планировать устанавливаем здесь даты ну допустим пускай у нас будет 2013 год и как бы мы начали чуть чуть ли не с 1 января до 28 28 потому что система автоматически составит начало какой-либо недели должна по крайней мере это делать сейчас мы смотрим вот эти январе поставим все все отлично 31 12 2012 год и давайте мы систему закончим планирование декабре последний в нем она поставила неделю почему у нас цифры не вот если мы ставим там 0 1 она не ставится потому что все планирование проходит понедельно сейчас мы посмотрим вас на экране мы взяли слишком большой период времени даже я потерялся с буквой т вот ты это текущая неделя который у нас проходит минус это значит минусы прошедшей недели и плюсы 12 тысяч 45 это будущей неделе всеми спрашивают а почему мы с вами планируем понедельно потому что если мы будем планировать наверно за другие периоды то есть допустим за месяц не как ты планирует за полугодие то наверное когда это все будет планированный уже произойдет уже ничего сделать нельзя поэтому некоторые налоги вы конечно можете планировать помещенно поквартально никакой налоги надо планировать понедельно ну допустим как ни странно я все-таки рекомендую планировать понедельный ндс хотя вы конечно не платите понедельном пойти раз в квартал но возмещение ндс можно соответственно и уплату можно выстраивать понедельно по крайней мере вы уже можете что-то изменить убрать принять какие-то управленческие решения дальше мы с вами выбираем налоги ну тут у нас сразу в картинке выбраны все налоги вот я их специально сейчас все уберу чтобы мы посмотрели что как будто у нас ничего нет мы начали с вами с чистого листа налога в программе должно быть где-то 13-17 вот и значит мы с вами выбрали период если первый налог посмотрели это возьмем ндс наук на прибыль давайте какой-нибудь транспортный наук возьмем ну то есть все те налоги которые вы платите даже здесь наук на недвижимости которые возможно будет земельный налог и так далее то есть вы ну вот еще давайте основной наук возьмем это ндфл найдем вот ндфл и страховой износ самые такие мощные наши налоги все они здесь у нас появились в левой колоночке здесь есть цифры в каждой неделе есть план факт отклонения и мы с вами сейчас попробуем сами заполнить ну допустим план факт нас уже особо не интересует хотя его тоже можно корректировать давайте посмотрим план здесь написано 8000 для того чтобы поставить план именно вот в этой колонке это сделать нельзя надо спуститься ниже допустим написано 8000 и мы с вами заполнить 8000 получать 8 миллионов рублей здесь все в тысячах рублях мы допустим поставим что мы хотим соптимизировать то есть планируем что на следующей неделе нас будет купать и там 500 тысяч налогов как пример обязательно нажимаем кнопку сохранить видеть у нас здесь на картинке появилось 500 тысяч рублей получается но и смотрит наук до оптимизации 500 тысяч рублей наук после оптимизации 500 тысяч рублей почему он такой потому что мы никаких схем не применяли и у нас здесь дальше есть рекомендуемой схемы то есть выбирается все те схемы которые подходят под ндс или вообще схема который есть почему сейчас так мало потому что это такая демо версия и здесь на самом деле должно быть сто девяносто семь этих схем сейчас вот столько 4 4 или 5 раз два три 4 5 6 7 8 9 схем дальше что мы можем с вами делать с налогом есть фишка значит налоги мы можем с вами или уменьшают налоговую базу то есть видите нас уже сортирует делать вычет расход ну допустим по ндс у до или перенести срок упады нас интересуют схемы которые могут все сделать сразу же или или что-то в отдельности допустим здесь первая схема который вышел простой оборудование чтобы посмотреть вы нажимаете на нее вот смотрите написание идет смысл этой схемы я просто знаю заключается в том что если вы за простое оборудование когда платят компенсацию организации то есть она не облагается ндс но если вы этот простой оборудование включите стоимость услуг работ то есть не будете отдельно выделять тогда она будет облагаться ндс допустим эту схему с вами выбираем она нам нравится вот здесь есть галочка раз и она сюда переходит вверх мы используем и за счет этой схемы то есть она уменьшает налоговую базу мы допустим пишем 100 тысяч рублей и делает вычет расход она не делает и делаем сохранить участь 400 то есть смотрим вверх у нас с вами налог план 500 налог после оптимизации 400 здесь в принципе цифра 400 у нас стоит то есть почему-то как-то не видно что 400 ну давайте поставим другую цифру 200 тысяч сохранить 300 тысяч или просто какой-то сбой ну то должно быть 300 тысяч то есть получается мы таким образом с вами подбираем схемы которые нам оптимизировать налоги почему это именно первая версия как бы в ручном таком режиме следующая версия уже пойдет у нас автоматически все будет саму рассчитываться применяем эту схему такой-то документооборот и она автоматически скажет сколько вы по этой схеме сможете сэкономить денег вот эту цифру вам суда вот 200 тысяч забивать уже не надо будет что здесь есть еще интересного то есть вот те схемы которые вы просмотрели которые вот выбрали не получают сверху нашли схема которую можете забыть допустим религия на поможет жить без налогов здесь рассказываю что религиозной организации прямо с картинкой то есть они у нас не не по не платят налогов но мы не будем делать религиозную организацию вот тут у нас почему-то все схемы с вами вышли потому что мы с вами перешагнули на другой налог то есть я получается или там дфл я вот на эту клеточку поэтому все схемы с вами вышли поэтому религия нам не нужна и мы раз ее скрым и вообще и убираем и больше не пользуемся но какие схемы мы скрыли мы можем показать скрытые схемы вот ведь у нас внизу религиозная религия нам поможет оказалось внизу так давайте посмотрим с вами дальше вот мы с вами спланировали 500 300 тысяч то есть и у нас начинается текущая неделя допустим вот у нас уже вот эта неделя и мы должны ставить факт как для варианта вот здесь у нас давайте здесь сделаем план 500 факт 66 я сюда поставлю 66 сохранить получается что у нас с вами идет переплата налогов на 366 тысяч рублей то есть получается что-то мы спланировали не так что не сошлось фактом отсюда дальше мы должны принимать управленческие решения почему это произошло или это схемы у нас не сработали мне правильных использовали или неправильно спланировали то есть в любом случае должно быть управленческие решения направлено или на факт то есть мы неправильно что-то учли или на план мы неправильно что-то спланировали какую-то схема не дал не дала тот эффект который нам нужен поэтому эту схему дальше если она была неэффективной можем опять же забыть или если она нам интересно или допустим хотим использовать другую схему то можно там открытие посмотреть возможно заказать документы оборот но это уже мы поговорим в другой части когда я буду объяснять о других блоках непосредственно налоговых схем и дальше то есть получается у нас получает план факт отклонения план факт отклонения то есть мы можем отследить как это было допустим сколько-то недель назад следующий момент в налоговом планировании он очень важный заключается в самой системе планирования то есть предполагается что на будущее вы можете запланировать любое количество недель 4t9 называется только по одной причине что эта система влазит на один листок а 4 формата то есть на самом деле в прошлом может быть и не 4 недели 10 и 20 и 100 и будущем планировать мы тоже можем там практически сотню или тысячи недель но дело даже не в этом а в том что допускается некая погрешность планирования но не допускает а погрешность планирования недели которая идет сразу после текущей то есть там должно сто процентов сходиться конечно разрешается отклонение там один процент два процента три процента некая такая погрешность это позволяет очень четко планировать налоги знать прогнозировать даже с погрешностью сколько вы заплатите будущем и соответственно принимать какие-то управленческие решения которые позволяют эти платежи снижать